Здравствуйте! Хотелось бы услышать ваше мнение о Польше и ее роли в культуре Европы. И является ли Польша частью западной культуры или восточной? Ну, святее Папы Римского, конечно. Польша, безусловно, это Европа, это часть западной культуры, западной цивилизации, безусловно, провинциальная часть, потому что то, в чем вы живете, самое красивое, то есть все дворцы, начиная с Королевского дворца, это все построено в стиле или руками итальянских или немецких архитекторов. И это прекрасно на самом деле. Вот. Плюс католичество, которое перья, перья вообще, перехлёстывая все, что можно, и желание быть святее Папы Римского, конечно, в данном случае лишнее. Во всем, мои дорогие паны, нужна мера, степень и баланс. О Польше, я думаю, много-много хорошего, иногда саркастичного, иногда, наоборот, трагично болезненного, доброго, нежного. Потому что истории очень разные. Вот Польша, как огромной, хотя и рыхлой державы, до расчлененной и в борьбе, затем, это колоссальный период, почти 200 лет. Вот. И Польша возрождающаяся, Польша отчасти, отчасти оплот сегодня перед исламскими террористами. Хотя везде проникают, и там. Как бы говорят, что нет, там уже видно, что проникают. А надо быть в этом смысле принципиальней. Плюс, если вы отстаиваете смысл эстетику, то, ну, ребята, ну, отстаивайте здравый смысл во всем. Если здравый смысл не пускать дикарей, отлично, но потом здравый смысл подчиняться средневековым религиозным бредням. Ну, где же здравый смысл? Я хотел баланс сохранять, хотя я знаю, что молодежь очень комично относится разного рода к лирикальным и, в том числе, к религиозным глупостям. Но все равно этот момент присутствует, его нельзя допускать до такой степени. Вот. И Польша, мне кажется, имеет очень серьезные, очень хорошие перспективы в современной Европе, потому что она, вот я, как я говорю, она не допускает серьезных ошибок Западной Европы, будучи частью именно общего этого цивилизационного момента. Уж прекрасно. Есть свои, конечно, вот сложности. Я считаю, что провинциальности комплекса – это то, что надо устранять самым серьезным образом, и все для этого есть. Ну, вот, и к Польше я относился нежно с детства, начиная с истории Наполеона и восстановления, желания восстановить Польшу, и герцогства Варшавского, и Марии Валевской, и польских частей Великой Армии. Я много об этом писал. В моей монографии есть и о великом герцоге Варшавском, и расписание всех польских частей, и описание изумительных аристократов польских, которые романтически жаждут освобождения своей родины. Все это описывал. И награды, здесь иллюстрации, фотографии настоящих подлинных наград Юзефа Понятовского, маршала Франции и героя Польши. Это все есть в моей книге. Но Польша для меня это, конечно, и Анна Герман. Анна Герман, голос такой кристальной душевной чистоты, фантастической музыкальности, доверительности, такой именно доверительности, как будто она говорит, вот, не со всем залом, а только с тобой, Анна Герман. Хотя к ней по-разному относились, потому что, да, была политика, она пела на русском, но это душа, прежде всего, это, хотя я, ну, в переносном смысле, конечно, не в религиозном, а как эманация мозга, да, потрясающий Анна Герман, и песни, и червоные гитары группы, и песни червоной маки на Монте-Кассино очень люблю. Поэтому к Польше у меня желание относиться самым добрым образом. Я считаю, что, конечно, в будущем мы должны построить абсолютно цивилизованные отношения, понять, что мы единая цивилизация, и вокруг действительно те, кто нас ненавидит, хотят уничтожить, как хотели уничтожить дикари из Османской империи, огромные, которые над всем миром нависывают, нависает вот этот вот Китай со своим вирусом, и безумием наглости использования западных технологий неконтролируемым образом, и так далее. То есть вот на нас нависают эти опасности азиатские над всеми. Мы должны как можно быстрее понять, что это общие для нас проблемы и опасности. Как можно быстрее понять. Вот так, дальше.